Всем привет! Меня зовут Мария Стуканы, и это мой первый и такой долгожданный, ну, по крайней мере, для меня выпуск кулинарных рецептов, кулинарных диетических рецептов в поддержку моего сайта о похудении mariestukane.com Итак, сегодня я хочу поделиться с вами прекрасным, легким, быстрым в исполнении диетическим блюдом, которое я называю псевдо-азиатский супчик. В этом супе абсолютно нет мяса, то есть он совершенно постный, что делает его максимально низкокалорийным, плюс в нем нет картофеля. Почему я называю его азиатским? Потому что в его состав входят традиционные ингредиенты тайской и китайской кухни, такие как имбирь, чеснок, соевый соус, кунжутные семечки и чили-перец. Надеюсь, вам понравится. Итак, что же входит в состав моего супа? Во-первых, базой супа я считаю помидоры. Помидоры могут быть абсолютно в разном виде. Это могут быть как свежие помидоры, но это больше для лета, потому что они должны быть все-таки довольно кремообразной консистенции, то есть спелые помидоры. Это могут быть помидоры в банках, в собственном соку. Очень классный вариант на зиму это использовать консервацию. Если у вас есть помидоры в собственном соку, с перцем, с кабачками, отлично, это классная база для этого супа. То есть в сотейник я выливаю некоторое количество, примерно 500 миллилитров помидоров. Морковка. Я не всегда использую морковку, но это тоже очень красивый и полезный ингредиент. Я предпочитаю морковку не резать, а тереть на терке для корейской морковки. Тогда в супе она выглядит очень так по-азиатски, очень колоритно. Высыпаю. Это у меня порезана, потерта одна морковка. Что дальше? Я очень люблю класть в суп цукини. Резать его надо очень крупно. Ну, по крайней мере, по крайней мере, крупно нарезанные цукини не развалятся, не разварятся в супе. Очень быстро отрезаем попки. Разрезаем цукини на две части. И вот такими крупными, не бойтесь, кусками режем. Мы нарезали цукини попки в сторону и бросаем прямо в сотейник, который, кстати, я уже включила, включила под ним комфорку. Далее фасоль. Фасоль это очень классный, очень полезный и удобный ингредиент для постного супа. В нем огромное, колоссальное количество белка, поэтому он делает суп из овощей очень... Она, фасоль делает суп из овощей очень сытный. Итак, засыпаем. Следите за калорийностью в магазине перед тем, как приобрести фасоль. Посмотрите на обратной стороне количество калорий. Потому что, как ни странно, количество калорий в этой баночке может варьироваться просто в два раза. Начиная от 65 калорий на 100 грамм, заканчивая 180. Вот, конечно, желательно купить ту, которая наименее калорийна. Если у вас нет каких-то конкретных предпочтений, например, только белая, или только красная, или только черная фасоль, тогда, конечно, вы уже по вкусу подбираете. Что я предлагаю дальше? Что делает этот суп также азиатским? Это грибы в нем. Я очень люблю резать шампиньоны, к сожалению, в наших странах. Очень сложно приобрести не шампиньоны, а какие-то другие грибы, если мы не говорим, что это осенний период, когда можно собрать грибы в лесу. Я очень крупно режу шампиньоны. Это смотрится в супе просто отлично. Но эти довольно крупные, поэтому, может быть, можно было бы каждую четвертинку еще в два раза порезать. Они очень красиво выглядят в супе, очень его украшают. Шампиньоны никогда не стоят дорого, поэтому их всегда можно купить, и они везде продаются. Очень вкусный, очень ароматный продукт. Два-три крупных шампиньона вполне хватит на большой сотейник. Хотя иногда, конечно, я кладу целую пачку, но это зависит все от настроения. У меня уже в сотейнике все начинает кипеть. Итак, что я использую еще? Периодически я использую лук. Это тоже под настроение. Лук хороший диетический продукт. Он дает аромат. И он дает также массу, не добавляя калорий. У меня уже есть нарезанный лук. Чтобы не тратить время сейчас на видео. Итак, одна луковица, мелко нарубленная, также идет соль. Конечно, было бы гораздо вкуснее, гораздо вкуснее было бы этот лук обжарить. Но тут сразу, конечно, начинается история о калориях. У меня здесь немного соевого соуса. Я также выливаю его в наш супчик. Так, что еще? Чеснок, конечно же, чеснок. Его можно мелко порезать, но я рекомендую чеснок все-таки давить. У меня такая классная давилка есть для чеснока. Очень рекомендую такую приобрести. Ее плюс в том, что она полностью давит чеснок. То есть у вас с этой стороны нет никаких остатков. Сейчас я закончу. И вы видите, что он весь ушел. То есть никаких шкурок, не раздавившихся, как в классическом варианте чеснокодавилки, с которой мы привыкли с детства. Так вот можно потереть в самом конце. И вуаля! Что еще? Чили-перец. У меня уже такой немножко подсохший, но, в общем-то, он свое дело сделает. Аромат и остроту он даст. Я примерно половинку чили-перца, потому что нет цели сделать суп очень острым. Также у меня есть просто красный перец сухой в специи. Щепотку туда. Кунжутные семечки будут очень забавно, очень здорово смотреться в супе, напоминать нам о тайской кухне. Я всегда кладу в свои такие экзотические супы. Гвоздику. Пару зернышек гвоздики. Она, кстати, очень полезная. И я недавно узнала, что гвоздика один из сильнейших антиоксидантов. Так, ну и, конечно же, король-король тайской кухни имбирь. Нам нужен совершенно небольшой кусочек. Итак, имбирь я почистила, теперь я его натрю на терке. Можно просто порезать, но мне как-то больше нравятся терки. И туда же, в сотейник. И последним этапом я чаще всего кладу кубик. Это, возможно, вы посчитаете не совсем полезной ингредиентой. Безусловно, я с вами согласна. Однако, для тех, кто все-таки боится или не любит чисто овощные супы, ему хочется какого-то вкуса бульона, вкуса курицы, это очень хороший вариант. В одном кубике примерно 18 калорий. Итак, суп в сотейнике уже кипит. Конечно же, его необходимо перемешать. Значит, мы перемешали суп. Мы накрываем его крышкой. Мой сотейник действует так, что нужно дождаться, пока вот здесь вот появится, так сказать, так называемая водяная пробка. Когда она появилась, то здесь идет пар, идут, брызгают капельки воды, можно выключать, и он дальше будет варить сам, как по принципу термоса. Субтитры сделал DimaTorzok